По легенде учения, это и есть та самая авария. Столкнулись пассажирская газель и легковушка. Спустя считанные минуты на место первыми прибывают пожарные расчеты. Людей перенесли в безопасное место, медики оказывают первую помощь. После медицинской разведки установлено всего 51 пострадавший и 24 ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Пять трупов, пять пострадавших с серебро-мозговой травмой, тяжелой степени, кома, один ребенок. Задача врачей – доложить обстановку в диспетчерскую службу. Врачи службы медицины катастроф, словно солдаты в мире медицины. Сегодня в Хакасии 8 оперативных бригад. В случае необходимости есть возможность усилиться федеральными средствами, Сибирского федерального округа, что и произошло в прошлом году при ликвидации последствий пожара 12 апреля. Здесь для эвакуации тяжелых пострадавших на скорой до реанимации в Абакане потребовалось бы время, а его в таких случаях нет. Ми-8 садится буквально на две минуты и снова поднимается в воздух уже с пострадавшими на борту. Вертолет привлекается к спасению пострадавших в экстренных ситуациях. Если бы реально авария произошла здесь, пострадавших, он доставил бы до Абакана за 15 минут, до Красноярска всего за 2 часа. Есть уже определенное понимание о том, какие формирования будут привлекаться, в какой порядок действий, какие технологии можно использовать и где необходимо еще немножко доработать. В этот раз силы МЧС отрабатывали навыки работы уже по прибытии на место чрезвычайной ситуации. Спасатели ликвидировали последствия аварии за 20 минут. Насколько удалось бы свести к минимуму жертвы катастрофы в реальной жизни, зависело бы и от очевидцев аварии. Главная задача каждого – вызвать помощь. Телефон Единой службы спасения 112. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Телефон Эриста Яскима, Алтон Новожилов, Вести, Хакасия. Телефон Единой службы спасения 112.